В преддверии 75-летия Победы во всех районах Твери начинаются работы по ремонту и благоустройству воинских захоронений города. Обновить их планируют к 9 мая. Вот здесь вот у вас какой шкуркой пойдет или щеткой вы сейчас снимаете? Щеткой, да? Шкуркой не будете ничего снимать. Потом вот здесь, потом и вот так вот по периметру, да, пойдете? Ход работ на воинском братском захоронении в поселке Мигалово глава администрации Пролетарского района Юрий Горучава контролирует лично. В рамках подготовки ко Дню Победы здесь выложат плиткой пешеходные дорожки, покрасят металлические ограждения, установят подсветку мемориала, новые скамейки и урны. В настоящее время проводятся работы по устройству тротуарной плитки и площадки, где в 2016 году были захоронены останки красноармейцев. На этой площадке будут установлены также два мемориальных камня. В Заволжском районе три воинских захоронения. Одно из них находится в поселке Черкассе. Здесь работы идут с прошлой недели. Всего в Заволжском районе к годовщине Победы будет проведено благоустройство сразу восьми памятных мест. Здесь, как видите, уже приступили подрядно организаться к работам ремонтом. Но это в основном штукатурно-малярная работа, то есть шпаклевки и штукатурки наших объектов. Потом, когда они высыхают, проводится грунтовка и окраска этих объектов. Также будет покрашенный забор, ограждение братского захоронения, бордюрные камни, подстрижный кустарник, лавочки покрашены. Большой объем работ по благоустройству планируют провести и в Московском районе. Главным образом на братском воинском захоронении Бабачевский бор. На этом захоронении располагаются останки 5728 героев. То есть реконструкция там была произведена в 2000-х годах, но есть одна большая проблема. Мраморные доски, на которых располагаются имена героев, они стерлись и надписи нечитаемые. Было принято решение в этом году заменить полностью на гранит. Вместо 750 старых табличек под надписи на воинском захоронении «Бабачевский бор» будут установлены 115 новых, крупнее прежних. Работы по ремонту благоустройства запланированы на всех памятных местах и мемориалах города. Завершить их должны в преддверии Дня Победы.